так пишем еще одно видео вот собирается рубашка здесь у нас получается зазор через который будет проходить вторичка попадать в эти отверстия здесь будет подогреваться вторичный воздух сейчас я это буду закрывать вот такой крышкой и обваривать с одной стороны тут должен быть перлит но здесь будет просто воздушная рубашка и со второй стороны в принципе все то же самое здесь будет просто подогреваться вторичный воздух а здесь будет шиберный узел но чуть позже так заканчиваем рубашку там уже заварено герметизировано здесь немножко не подрасчитал нам еще положу колечко я вот так не показывал сверху у нас тоже гаечки здесь заварено заварено вот последняя последняя пластина которого можно сейчас приварить таким образом будет становиться здесь притык здесь будет заварено здесь все а это будет шиберный узел таким образом будет стоять вот это заслонка то есть показать на тяги будет искать вторичный воздух вот здесь сюда будет искать заслонка так станет будет регулировать я решил сделать съемную потому что когда я приварю возможно потом перекосится но можно будет можно будет ее открутить и немножко обточить поставить на место еще небольшое видео снимаем очередное значит отрезал баллон срезал с ним два кольца резал плазморезом но потом понял что надо было резать болгаркой потому что плазморез не дает ровный рез очень долго пришлось обрабатывать вот вырезал 17 сантиметров но разметил по проекции все нормально попал немножко только пришлось подработать вот здесь вот это будет низ печки соответственно печка земли будет на вот такой высоте но еще будет на ножках ближе и приварить сотку выход труба валялась 104 поэтому приварил выход ну в общем то можно сказать что варить я научился уже шовчики такие хорошие получаются уже не стыдно показать вот кстати все кто хочет научиться варить заходите на канал виталий м я смотрел видео его и большое ему спасибо реально красавчик все хорошо объясняет поэтому могу посоветовать а это приварена ножка у меня остался обрезок трубы труба большая 159 это тот сектор который был вырезан ну из него еще сделать ножку здесь приварить резкость вискасть приварена на точках а здесь обычный уголок когда перевернула должно стоять ну вот сниму еще один видос промежуточные здесь была положена пластинка два с половиной миллиметра и обварена один шов держит пластинку а другой шов это пластинка при плавлено к внутренней трубе по кругу здесь проварено вот это внизу проварено в общем у нас получается что воздух в райзер может попасть вот в эти дырки только через вот это вот отверстие ну соответственно здесь тоже все проварено проварено все герметично и предварительно поставлена вот такая подпорка тоже закреплена ну чтоб на нее опиралась печка вырезана расстояние для печки здесь все нормально подогнали все хорошо подходит вот теперь занимаюсь колпаком с колпака срезал донышко немножко зачистил и я решил сделать вот эти колечки на колпаке не на нижней части вот здесь а именно на колпаке здесь проварю резкость здесь проварю по кругу том здесь проварю и тут будет и тут будет шнур мне кажется такая схема более правильная чем когда шнур внизу если вдруг будет стекать какой-то конденсат с колпака он соответственно не будет попадать на шнур а будет попадать вниз теплообменника приступим полоску сделал 35 миллиметров наружу у меня выпуск 20 внутри соответственно 15 но машни 35 может чуть меньше я надеюсь я не упаду а вот такой режим горения камера не показывает конечно так вырывается огонь этот подача прикрыта двери тоже практически прикрыты щелка небольшая но вторички нет что-то хорошо разгорелась так еще еще бы так сейчас попробуем заснять огненный вихрь телефон и сейчас ханам оставить не знаю как я засниму это сниму ли вообще резкость о есть резкость такая такая скорость вообще потока не в руку фигачит откуда она тянет так сильно слушаем может уменьшим на вот это прикроем у тебя есть какая-нибудь щепка кстати сейчас она должна прогреться и даже авторичка попадать ладно сейчас подождем еще чистая торнадо но вторички нет никакой японской вторички я не вижу может быть вихрь больно крутой и прямо острием вылазит сюда видишь я говорю острием вылазит а вот если увеличить то видно пламя а вот этого вихря не видно он как бы его не замечает резкость на пламя наводит дует прямо в руку так я уже чё-то стою тут не могу стоять вот так ноги вот так печка просто жарик вот он вихрь острый не знаю может тут то речь как-то по-другому горит миша поду еще вниз только быстрее это у меня ноги сгорят только не сильно не сильно дуй сначала так вниз подуй давай да сильнее давай сильнее давай давай сейчас телефон сгорит нет нет вихрь сдувается как бы видно что через отверстия заходит воздух но изменения не вижу и огоньков как у японца тоже не вижу ну судя по отсутствию дыма дожих идет ну да Продолжение следует...